Играет музыка Я когда вошла сюда в консерваторию, я опять почувствую себя девочкой, я также волнуюсь. Здесь прошли самые прекрасные годы моей жизни, самые насыщенные, я бы даже сказала, потому что я очень много занималась. Девчонки ходили на танцульки, крутили какие-то романы, а я нет. Меня звали все монашка, у меня был единственный костюм, юбка с черной кофтой, у меня всегда был черный шарф, меня все звали монашка. И я действительно была монашкой, потому что я кроме музыки, кроме пения, я ничего не хотела знать, ничем не хотела заниматься. Я очень долго занималась у Антонины Андреевны Григорьевой, она была чудо-камерная певица, замечательная женщина, она была такая, как моя вторая мама. Когда я приходила и говорила, она мне поднимала юг, говорила, опять в трусиках, ну-ка быстро одевай теплые штаны. А у меня не было денег, чтобы купить теплые штаны, и я ходила и не пела. Я все время плакала. Я все время плакала, она говорила, артистка не должна плакать, какие слезы. Вот когда успокоишься, придешь заниматься. Я в следующий раз приходила заниматься, я говорю, нет, Леночка, так быстро нервы не восстанавливаются, пожалуйста, еще погуляйте, отдохните. И потом я стала держать себя в руках. Мне очень трудно вспоминать вещи, которые меня захватывали полностью. Как я не могу ничего вспомнить про мой дебют в Большом театре, например. Ничего не помню, кроме страха, ужаса какого-то. И то же самое было в конкурсе Чайковского. Я не хотела петь конкурс, потому что для меня конкурс – это очень большое напряжение сил, просто неимоверное. А так как я уже вышла на мировую арену, мне нельзя было не взять первую премию, мне надо было обязательно взять первую премию. И для этого меня вызвала Фурсова. Катерина Алексеевна сказала, первая премия должна остаться в Москве. Поэтому я пригласила, чтобы была Тамара Сеевская, чтобы ты была, и чтобы вы заявовали первую премию. И мы как на Олимпийских играх были. Нам надо было оставить золото за нами. Было такое распоряжение партии правительства. Все время нас сталкивали, все время говорили, вот, конечно, Сеевская лучший голос, у нее красивее голос. Конечно, у Тамары был замечательный голос, потрясающий голос у Тамары. Но она была ближе к контральта, а я была ближе к сопрано. Нас сравнивать нельзя, никогда вообще нельзя художников сравнивать. Помню, что Тамара, первые два тура, очень Тамара сильно была впереди меня. А в конце, когда пошла итальянская музыка, тут уже я знала, что я должна перебороть это дело. Потому что Тамара была сильна больше в музыке, в русской музыке, а я была сильнее в западной музыке. И я знала, что я должна взять первую премию. Ну и потом мы разделили пополам с ней. Но без всякой переживаний, нервов, потому что каждая из нас знала цену друг другу и себе. ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Здравствуйте. Это наше место. Это место, где мы все собирались здесь, отдыхали, где сплетничали. Это была коридорная кафедра, называлось это место. И мне приятно здесь стоять. Ну пойдем дальше. Вот сейчас пройдем в 10 класс. Это наш маленький зайчик был. А вот здесь я занималась больше всего в этом зале. В этом классе. Сейчас, тихонечка, пойдем в руку. ПОЕТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Когда после консерватории я поступила в Большой театр, меня познакомили с Иосифом Павловичем Ерохиным. Он был гениальный, гениальный педагог. Я уже думала, что ой, меня взяли в Большой театр, я уже получила премию на конкурсе Глинки, я получила премию на фестивале молодежи студентов, и все было первое-первое. И в Большой театр меня взяли. И он меня начал мучить. У него была потрясающая фонотека. Он начал мне ставить выдающихся певиц современности. И когда я это слушала, я понимала, что я еще ничего не умею. Но для того, чтобы меня подмудрить, он меня начал сначала с того, что он начал мне давать легкий репертуар. И мне все получалось. Думаю, о! Как только я задирала нос, он тут же мне раз какой-нибудь рахманиного диссонанс. А мне его не то что спеть, даже выучить невозможно. Там полутона какие-то, интонации. И все сложнее, сложнее, сложнее репертуар. Потом он делал совершенно какие-то дикие, глупые вещи для меня оказались. Я тогда была влюблена в моего первого мужа. Еще мужа у меня не было. Просто я была еще влюблена. И мне хотелось с ним встречаться, ходить на свидания. Он меня запирал по-настоящему на 4 часа. Я приду, позанимаемся. Потом он раз, ключом, и говорит, там, говорит, и за дверью он мне говорит, там, говорит, на рояле лежат диски, пока ты их не прослушаешь, домой не пойдешь. Но я возмущала, думаю, ну что за вообще дурость какая-то, как мне стыдно. И потом он влюбил меня в музыку. Я стала слушать музыку. И он заставил меня слушать. Потом мы с ним поехали на конкурс в Испанию, Франциско Винеса. Там мы с ним получили тоже первую премию. И мы с ним же получили первую премию на конкурсе Чайковского. А потом на Франциско Винеса вот я встретила Вашу Чачаву, который играл с Аткелави, с Урабу. И подумала, ой, как я хотела бы позаниматься вот с Вашико. И несколько лет много-много министров я уговаривала, чтобы его вытащить из Тбилиси. И так все получилось. А Сашенька, видимо, когда такую измену он почувствовал, наверное, он очень переживал. И в скорости умер. Александр Павлович Рохин. Я жутко переживала. И он все время приходил ко мне и днем, и ночью. И во сне, и на его. И я очень мучилась, страдала, что, наверное, я его обидела. И это было дело в Вильнюсе. Я приехала в Вильнюс и пришла в церковь. Батюшка сказала, говорю, вот так и так. Он не отпускает меня, Александр Павлович, со своей обидой. Он говорит, закажи молебен по нему. И мы, говорит, а его отпевали. Я говорю, не могу сказать, потому что это было лето. Когда меня не было в стране, я говорю, не знаю, отпевали или нет. Давай, говорит, его отпоем и, говорит, закажем молебен. И после этого он меня отпустил. Но у меня был такой грех, что я вот так ушла от него. Ну, по дурости, по молодости. Ну, все-таки часть вины какую-то я ощущаю. ПЕСНЯ Сейчас пойдем еще один класс, посмотрим, где я занималась очень много. Посмотрим, может быть, он свободный, может быть, он будет войти. Ирина Богачева, моя подружка, с которой мы писали напополам все шпаргалки. Все шпаргалки писали вместе, друг без друга не ходили на экзамены, потому что на одной ноге была одна, шпаргалка на другой у нее другая. Я говорила, Ирка, вытаскивай эту. А вот тут что было? И тут у нас везде было. Я так рада тебя видеть. Я не знала, что ты здесь. Я думаю, да, надо заглянуть. Да у меня конкурс завтра начинается. Что-то не знала. Нет, я не знала, что ты в этом классе сейчас. Я все время в этом классе. Все время, да? Да, да, да. Рада тебя видеть, пожалуйста. Прекрасная певица. Ну вот, извините ради Христа. Пока-пока. Девочки, извините ради Бога. Такой красотый зал. Прямо не мысли. Акустика какая потрясающая. Зал Глазунова. Здесь я впервые спела отрывки, громадные отрывки из опер. Такая была Лида Ружицкая, замечательная певица наша. Мы с ней здесь спели четвертый, нет, третий акт Аиды. Здесь состоялся мой дебют в Кармен, можно так сказать. В классе Алексея Николаевича Киреева, замечательного режиссера, мы сделали с Володей Атлантовым четвертый акт Кармен. Мы вместе учились. Он был очень красивый дядька, и он был потрясающий голос, и было обаяние необыкновенного, и все девчонки тихо были влюблены в него. И в конце концерватории у нас с Атлантовым был роман, и я чуть была даже замуж, за него не вышла. И мы пели с ним Кармен на заключительном моем спектакле в консерватории. Заключительную сцену. Незабываемое совершенно ощущение, потому что я тогда ушла от Атлантова, и он говорит, а я как прежде обожаю, а я пела, нет, больше не люблю. Мы играли в театр, нам было интересно, с этого начинался наш театр, потому что это была и жизнь, и театр вместе. Хотя я пропела со всеми величайшими хозе мира, самыми лучшими певцами, но все-таки Атлантов был самый сильный в четвертом акте. Когда он приходил, разбитый человек, с разбитой жизнью, с безумной любовью, и вот этой глубины не было никогда ни у кого, как по Атлантову в этой сцене. Субтитры создавал DimaTorzok Каждый хозе на меня по-своему влиял. Карерас, когда пел. Он был такой маленький, такой нежный, такой... Мне его жалко было обидеть. Атлантов был мощный, как зверь, и я шла, перла на него в последнем акте с ненавистью, с любовью, и все там были страсти громадные, да? Я был очень умный и такой скрытый Доминго. Он был совсем другой, он был опасный. А были противные хозеи, которые я терпеть не могла. Ну, так я согрешила один раз, а потом уже мне хотелось быть с другим, со скамилью. У меня был потрясающий совершенно партнер. Он пел из скамилью. Устина Диаса был, красавец просто. Я помню, когда он меня поцеловал, уходя на кориду, я помню, что я забыла все слова почти до конца. Я еще пела ахинею какую-то. И я его любила, не любила хозея тогда. Понимаешь? То есть я живу на сцене, я не могу себя заставить все время одинаково петь. Поэтому у меня все спектакли разные. Меня не любишь, но люблю я, так бойся ты любви моей. Меня не любишь ты, так что ж, за тебя люблю. Себя люблю я, и тоскавлю себя любить. Меня пригласили в Испанию петь кармен. Первый раз я пела кармен на Канарских островах. Тогда, когда еще русских, вообще в Испании почти никого не было. Кармен была моя очень, я бы сказала, удивительная, когда я забыла, что это не сцена. Я помню, что я во втором акте сидела, разлила бутылку вина и вляпалась в это вино. И так что-то капало это все у меня с руки. Думаю, наверное, все-таки это кровь какая-то. Наверное, этот хозе меня убьет, наверное, уже так как-то в будущее. Но так это все подсознание шло, потому что я не пела. Я жила там на сцене. Потом я помню, что когда меня убил хозе, я лежала на сцене и думала, как жалко, что такая молодая и умерла. Думала, какая глупость. Почему так жизнь быстро кончилась? И слышала какие-то волны, думаю, надо же, шум волн какой-то. Вроде как я и слышу все. Вот мертвые, оказывается, люди слышат еще. И потом оказалось, что это конец спектакля, что это за занавесом, это были аплодисменты, как шум моря, мне казалось. И я тогда только пришла в себя. Я помню, когда за кулисы пришел Дальмон и сказал, как жалко, что я уже не могу спеть с собой хозе. Очень повлияло на мою кармен то, что я много жила в Испании. Я помню, когда я ходила на фламенко. Маленький такой трактирчик, такой трактирчик-театрик. И там на сцене давали фламенко, это был театр фламенко. И вышли молодые девочки, красивые такие, подтянутые, там балеринки танцевали. И вдруг выпался на сцену, она такая, здоровая тетка, без шеи, из такой груди, плохо причесана, неопрятная такая. Как она на рот. А я думаю, что это-то будет делать? Она как рот открыла, как полилось из нее, знаешь, как извержение вулкана. Это мощь, это страсть, это открытые эмоции. Такие, я сидела, я была как мужчина, я ее хотела через пять минут. Я сходила с ума, я просто умирала. Мне хотелось ее схватить, что-нибудь с ней сделать такое. Это была такая оголенная страсть. Это были оголенные провода электрические. И про этих девочек думаю, господи, ну что эти-то тут делают? Через пять минут я подумал, а эти-то что тут, это пилюку и тут руками машут? И все, уже никого не существовало на сцене. Только была эта знаменитая Маруха Горида. И опять я поняла, что не в голосе, не в красоте, не в технике, а вот здесь, чтобы все было в душе. Это страсть, которая идет из-под земли. Это вот вулкан, который живет у нас, который должен выплеснуться и залить все вокруг. Это вот вулкан, который должен выплеснуться и залить все вокруг. А потом закат солнца в Марселе. Красное бордовое небо. Как будто ранили это небо, и оно течет. Этой кровью истекает. Или эти горы, которые я видела, Сьерра-Невада. И когда я пою ля-ба-ля-ба-да-ля-му-тань, туда-туда, в родные горы, я вижу эту страсть. Я его зову не в горы пройдиться прогуляться, а я его зову в эту страсть, вот в это красное небо, в это холодные горы, в эту опасность, в эти скалы, в эти жуткие овраги. В страсть я зову Хазе, а не в горы прогуляться с бандитами, там что-то такое, перебросить товар. И это понимал Плассио Доминго, вот он понимал эту страсть, он знает это. Я много пела с Доминго по всему миру, но такие два были спектакля, очень запоминающиеся. То есть это был спектакль в Вене, который поставил для нас Франко Зефирелли. Вторая «Кармен» была уникальна, конечно, вот в Барселоне, когда был 100-летний юбилей. Кармен, четыре состава разных «Кармен» было. И вот после этого спектакля Кабалье пришла ко мне. Накануне я слушала ее в Веспросичеляне, она пела, как перевести, «Сицилийская вечерня». И она пела гениально совершенно. И я пришла к ней и на коленке встала, сказала, никогда не слышала. И даже не могла представить, что живьем можно петь так, как ты пела эту «Сицилийскую вечерню». Она говорит, завтра я приду на твою «Кармен». И вот она послушала эту «Кармен» и грохнулась тоже передо мной на коленке. Я говорю, сейчас будем вызывать кран, тебя поднимать. Она с чувством юмора потрясающая совершенно женщина. Я помню, когда уходила Кабалье, так постепенно уходила со своей большой карьеры. Брат Монсеррат Кабалье, Карлос Кабалье, ей все время придумывал оперы, которые никто не слышал, никто не знал, как надо его петь, эти оперы. Поэтому она всегда была Примадонна, она всегда была лучше. Потому что, например, мы пели «Распигеля фьяма». Ну, кто знает эту оперу, никто не знает. Я даже позвонила Кабалье, говорю, слушай, что-то я не могу выучить. Я говорю, наверное, старость, что ли, наступила. Она говорит, она ха-ха-ха. Я говорю, тоже думала, что я просто старость. Это такая музыка, когда пишется, такая неудобная. И я успокоилась, стала учить спокойно. Хорошие у нас были моменты. Я помню, как она мне пела «Happy birthday to you». Был какой-то спектакль, мы репетировали его. Как-то так-то все было от души, и я была счастлива. Вы знаете, вот так сложилась жизнь, что я пела со всеми величайшими певцами. И так я, как я поняла, что чем больше человек значит в искусстве, тем он проще, тем он доступнее, тем он прекраснее. Потому что ему ничего не надо изображать, потому что уже так много всего, что уже добавлять к этому уже было бы глупости. Поэтому все нормальные люди. Субтитры создавал DimaTorzok Выступить в этом зале считалось всегда очень большой, большой честью для студента. Мы очень боялись этот зал, но очень жаждали здесь спеть. Я сейчас хочу здесь спеть концерт. Я уже подумал, что надо спуститься вниз на второй этаж, пока Ира Богачева не ушла, и предложить ей концерт на двоих. Спеть здесь концерт вдвоем. Сейчас я так и сделаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok